Что ж, мальчики и девочки, у нас тут немножко сменилось. Для аналитики пришел причесанный Лост. Здорово, с новой причесочкой. Ну, ты, может, вчера был такой же, но я тебя вчера не видел. Точнее, видел тебя только в раздевалке. Тебе нравится? Мне заходит. По десятибалльной. По десятибалльной. Ты же у нас главный, поэтому. Ну, я думаю, восьмерочка, короче. Я думаю, что я бы поставил. Вы мстите, я думаю. Вот так вот и решили, короче. Один говорит, что хорош прическа, другой что льстит. Как тебе предыдущие игры вообще? Потому что мне вот в предыдущие очень зашла с точки зрения, ну, фана, последняя карта. Послевкусие, да, вот этого? Да. Ну, как ты любишь, возьмем. Туда-сюда, одни-вторые. Ребята набирают преимущества, не могут его реализовать. Потом идут фидят, потом фидят одни-вторые, там камбэки. Ну, классическая СНГ-дота, я не знаю, что-то. Ничего нового. Ничего нового? Да, папчик можно запустить, там тоже самое один в один происходит. Не в каждой катке раперосы, знаешь, вот это все. Да плюс один. Я говорю, у меня папчики в каждой катке раперосы тоже самое один в один. Ну, ничего особо. Понимаю, понимаю. Вот. Не знаю, у меня как-то более спокойные паблики. Ну, и катки у нас вот первые, например, были намного менее веселыми явно. Ну, то есть такое. Ладно, камрады потащили, да. Ну, поздравляю с этим в любом случае. А ты вообще верил хотя бы в то, что они хотя бы одну карту способны забирать? Ну, хотя бы одну они должны были. Знаешь, это картинка вот эта. Давай, сделай что-нибудь. И 5-камрад. Ну, когда-то должно было это произойти? Да, не смогли. Бейт, в свою очередь, друзья, у нас будут играть сейчас против коллектива Ашеру. У Ашеров, напомню, как и у примерно там 30-40% наверное нашей диван-дивижена проблемы с составом. Просто по той причине, что команды, кто-то уходит, кто-то устает от Доты. Мы понимаем, что это онлайновые форматы, да. Об этом он совсем недавно писал Вилат, после того, как официальный аккаунт Дота 2 выпустил анонс о том, что они все еще не знают, когда будут интернешнл, о том, что они следят за ситуацией с ковидом. Вот. И понятное дело, что все на самом деле подустали от онлайна, что и таким же образом устали у нас, конечно же, игроки. И если тир-1 эшелонные коллективы, они как бы стремятся к тому, чтобы сохранить составы в основе своей, то в случае, соответственно, с тир-2 сцены у нас ситуация немного другая. И поэтому вот тот же самый Никс, как идеолог коллектива, ушел из Ашер, и в данный момент у них имеются определенные проблемы. У бейтов, кстати, фулл состав, да, у них же нет замен, по-моему. У бейтов есть шанс, вроде бы. Возможно, им замены бы прекратились там. Ну, кто знает, кто знает. По-моему, у них уже кого-то точно, я, по-моему, даже комментирую, кто-то у них, по-моему, другой играл. Ого! Говорят, замены у нас все-таки есть. У нас что-то произошло с Аширом, надеюсь, что не то, что произошло раньше. О, да, Ашир, точно. Вот. Надеюсь, что у него все в порядке, и он просто решил отойти попить чаю, и вместо него будет старая тройка команды. Бейт также создатель свежего гайда на Дарксира, который вы можете заценить на его YouTube-канале, а именно Костик. Можно прямо рваться в основу. Ну, а что нет? Ввиду последних событий. Даже не хочу уточнять по поводу чего-то конкретного. Давай не будем. Вот. Последняя встреча бейтов была, на самом деле, крайне печальной. Мне кажется, мы ожидали от них намного большего, потому что в предпредыдущий раз они выиграли своих оппонентов. Сейчас же они играли против коллектива Юник, и там было 2 по 20. Ну, ладно, не по 20, 29 и 24. 9 убийств на две карты у команды было. Да, и был, кстати, счет 33-3 на последней карте против команды Юник. И у нас было интервью вместе с БЗЗ, который крайне нелестно говорил о драфтах бейт, и о драфтах конкретно против них, особенно втором. Вот. Так что мы, честно говоря, в печали, потому что, ну, с точки зрения, я имею в виду, если вы следите за командой бейт, у них в данный момент 1-2. Единственная победа против самого слабого коллектива в рамках Divine Division, это 5 comrades, которые вот сегодня смогли одолеть империю, но это ничего не доказывает, конечно. Ну, если убрать даже никнеймы бейтов, в принципе, вот у них реально на драфте ощущается, как мидер тянет одеяло на себя. Ну, да, потому что драфтит Дэнди, как бы логично. Ну, нет, я говорю, если убрать это в принципе, что-то ощущается, что именно на центральную позицию они пытаются взять максимально комфортного героя только для линии. Вот только для линии. Что не хватает потом этого героя, если у него игра не пошла на линии, его нет в игре. Давай, может быть, по-другому возьмем. Скорее, Хиропул, любимый героев, прям вот основные герои в Дэнди, предполагает то, что они доминируют на линии. Queen of Pain. Да, то есть Квапа, Лина. Шторм Спирит. Шторм, вот это все, это все достаточно такое. Квапа, точно доминирующие два персонажа. Нет, я же говорю, если вот именно никнейм вообще не читать, они думают, что там Дэнди играет. Вот в принципе стиль игры бейтов говорит о том, что они вот по ведрации строят вокруг мида. Короче, весь Хиропул закрывается думом. Ты раздума, кидаешь в Дэнди ульт и все. Ну, на самом деле, как мы увидели против фиников, Хиропул закрылся Ораклом. По-моему, Войдом закрылся. Да, ну, там, нет, ну, Войд, они сами себя закрывают немного. Даже не сами себя. Да, опять же, напомню, друзья, что во всех играх последних у бейтов был Войд, в смысле Фейсис Войд, на пике. То на вторых, то на третьих пиках, но регулярно именно его забирают у нас коллектив Дэнди. Интересно, в связи с чем это вообще связано. Вот. А Широ, в свою очередь, друзья, давайте посмотрим, что у нас последние два три были. Они обыграли Сибериум Сид вчера 2-0. Они обыграли, значит, проиграли Team Unique 1-2, и проиграли, Джей выиграли Team Empire с счетом 2-0. Соответственно, в данный момент они занимают вторую строчку в группе. Что, кстати, достаточно для нас, наверное, удивительно, потому что коллектив, потерявший идеолога и майнкерри, и, ну, одного из сильнейших сейфлейнеров в СНГ. Вот. Сейчас идет по групповой стадии с счетом 3-1, занимая вторую строчку. Чувствую себя просто замечательно. И, скорее всего, даже если проиграет оставшуюся катку, одну последнюю сегодняшнюю, то выйдет из группы. Так что, в принципе, я бы сказал так, что бейтам принципиально и суперважно выигрывать, а для Ашеров вроде как ситуация достаточно суевовая. Не, ну, они точно никуда не пойдут. Что, бейты? Ашеры. Ашеры? Да, они 100%. Ну, что-нибудь там еще и выигрывают, если захотят. Ты имеешь в виду в плей-оффе? Ммм, нет, я имею в виду для продания плейдов. Не-не, у них последняя БВ3 сейчас. Ну, я понимаю, то есть у них, как бы, все нормально. Да, у них все хорошо. И чтобы они там не делали, ну, нам надо сильно постараться, чтобы, я не знаю, залить. Сейчас постараться. Ну, а бейты, то, что у нас делают, если бы они, короче, с такой игрой, как они вот до этого играли, они, естественно, будут выступать, то там вообще плевать на очки. С такой игрой, которую они показывали, они в плей-оффе им вообще ничего не светят. Ну, они выйдут, ну, окей. Туда еще скатятся другие команды с Immortal Division, и что тогда? Тогда можно сразу заканчивать. Ну, на самом деле, они могут еще задоджить их. Могут, да. Есть легчайший способ. Легчайший. Вот, ты со второго-третьего места попадаешь в сетку лозеров, и в сетке лозеров проиграешь в первые же матчи, и в таком случае к тебе точно не попадают Immortal. Сто процентов. Сто процентов. То есть это лучший способ задоджить Immortal всех от начала до конца, потому что Immortal начинает свой путь в сетке венеров. Ну, мне кажется, такой сценарий им не хочется. Ну, возможно, возможно. Но с другой стороны, ребятам надо мораль поднять очень сильно. Очень сильно. Ребятам надо КВ пойти поиграть очень сильно. Какая разница, какая там мораль. Иди, играй, пожалуйста, 30-40 калонваров, и когда-нибудь появится свет в конце тоннеля. На самом деле, кажется, что они сейчас только КВ играют. Вот у нас вот ребятки чилят. Не знаю, я когда смотрю на их пик, у меня такое ощущение, что они вообще КВ не играют, как будто они, знаешь, посмотрели старые драфты, вот там, во, Вайда, Вайда пикали, о, круто, давай возьмем Вайда. А ураклы не брали. Конечно, его не брали, его никто не возьмет, но как бы время-то идет, люди понимают, что есть Вайд, нужен подсейв, нужен там Фейд и Дикс, Феллс Промис. И неожиданно появляются ораклы, поэтому как-то им надо... Меня стрясы, они играют КВ, скорее всего, много, и в один момент у них что-то пошло не так, они проиграли там 5-6 подряд. Все, мы не знали, чем играть. И вот так, и остановились. Ну, и у тебя здесь хороший пример. У тебя есть противники, которые показывают тебе, чем надо играть. Если ты играешь против противников, если из тебя делают отбивную каждый матч, то ты не можешь сказать, я не знаю, чем играть. Вот, ты играешь против противников, которые показывают тебе, чем тебя месит. Это, по-моему, дефолт. Но тут вопрос уже, как ты адаптируешься. Готов ли ты принять драфт, которым ты проиграл, или ты считаешь, что была проблема именно в вашем исполнении, допустим? И ты считаешь, что тот драфт, который ты взял, он становится сильнее? Если ты не умеешь адаптироваться в доте, вообще в соревновательной дисциплине, на мой взгляд, вообще тогда лучше заканчивать с этой игрой и не играть в игры, где многое строится на адаптации. Ну, пока, в принципе, у них положение в группе более-менее же, так еще. Плей-офф, я понимаю, все окей, если они выиграют сейчас. Или сколько игр еще? Две, одна? Ну, одна еще точно будет? Ну, сейчас тоже. Если они могут 3-2 забрать. Может быть, даже 4-2. Ну, показываю сейчас. Потенциально они могут забрать еще, ну, сделать 4-2 они могут. Ну, если 4-2, 4-2 не существует. 4-1, да, прошу прощения. 4-1. Нет, 3-2. 3-2 они могут сделать, да. Ашеры 4-1 могут сделать прямо сейчас. Да, ну, и я думаю, в принципе, что Ашеры это и должны по логике вещи всегда сделать. Опять же, в группе 1, ну, или в группе A вы видите то, что все уже практически решено. Первое место, которое отправляется в сетку Венеров, в Сайбер-Легасе заняли вообще безоговорочно, не проиграв ни одного БО-3. И у них, соответственно, 5-0. Омега Лил в данный момент имеет 4-1 за счет того, что выиграли предыдущую. И, соответственно, они гарантируют себе выход в сетку лозеров. Но они, да, они даже точно со второго это сделали. То есть, по факту, первое и второе место у нас уже 100% распределено. И последнее БО-3, которое мы будем смотреть в этой группе, а никакого больше не будет. Это было последнее БО-3. А там замес классный. 2-3, 2-3, 2-3. Да, там каким-то образом будет решаться, кто будет выходить. Есть система специальная, об этом нам расскажут попозже. Вот уже уточнят. Что там как? Да. Ну, или, может быть, там в прямом эфире спросят, уточнят и тоже сообщат, а мы вам передадим. Вот. У нас осталось вообще, на самом деле, всего 2 игры в групповой стадии. И обе из них в группе B. Первая, которую мы сейчас увидим, Машера и Бейт, а потом Бейт против Империи. И все. И на этом у нас закончится вся групповая стадия, Раунд-Робин, все вот эти вот, я даже не знаю, сколько дней, штук так, 10 с лишним, которые мы с вами, ну, может быть, не 10, около того, которые мы с вами смотрели групповую, и начнется уже дабл-элиминейшн плей-офф, часть, которая, ясное дело, будет намного более интригующей с точки зрения исходов, потому что логично, что команда будет уже вылетать. На самом деле, Бейт не такая плохая ситуация в плане того, что они сейчас сами решают свое место в группе, в плане, они не ждут, пока кто-то проиграет, кто-то кого-то выиграет. Это с какой стороны посмотреть? Я, например, вот ленивая черепашка, мне бы хотелось, чтобы кто-то решал за меня, кто-то куда-то попадет. То есть ты отыграл уже все катки, ну, там, 5 Бо-3 сыграл, что-то и дальше спокойно чилишь, смотришь, как другие катают, ну, что-то решают, ну, и решают. Нет, я все сделал, я уже все сделал, я уже свободен, добби как бы может отдыхать. Но да, наверное, у кого-то другая философия совершенно по отношению к подобным вещам, и поэтому, наверное, приятнее хотя бы самим решать. С другой стороны, им придется против Ашеров играть, а Шер в данный момент довольно-таки сильный. Да, Эльма очень хорошая, мне нравится. Пару серий посмотрел, но две точно посмотрел, мне нравится ее исполнение. Может быть, конечно, контрасте на фоне Керри, против которых он играет, но сам факт того, что он хорош. Мы немножко подсадерживаем драфты в связи с тем, что у нас довольно поздно подошел стендин команды Бейт, да, Гостик. Он, видимо, не ожидал, возможно, они только в последний момент осознали, что у Ласхера какие-то проблемы, возможно, технического порядка, возможно, там, со светом, возможно, с интернетом, потому что сами знаете, что сейчас не все так хорошо в этом вопросе. Ну и надо, кстати, учитывать, что форма бейтов еще и зависит от того, что фишманы вместе с Ласхером не могли тренироваться некоторое время по определенным причинам. Мошенничество, как имперцы. Те ребята взяли Шачло, взяли Годемо, они сыграли, и у них получилось годно. Ну, у них хорошо, было хорошее выступление. Сегодня они тоже играли с ним? Шачло, они точно играли, второй, не помню, был ли Годемо, не был Годемо. Я говорю, до этого было у них, они круто выступили, где они сказали, что нам нужно что-то менять. Возможно, и бейтом что-то стоит менять, потому что тут они играют, 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 и как-то вот, ну, что-то стараются, да, там, может быть, еще поиграть под полгодика, но пока стоят на одном месте, возможно, им какой-то нужен кто-нибудь. Все прекрасно понимают, что и где надо бейтом менять, но мы просто смотрим на игры и ждем хорошей, достойной. Надеюсь. Ну, вообще, Денис сказал о том, что он готов пойти на любую позицию ради команды, вот, пока мы просто в процессе, видимо, еще продолжение поиска той позиции, на которую Даниил хочет сыграть, или, возможно, он просто видит то, что все его другие позиции играют отлично, и он тоже чувствует себя комфортно, это самое главное. Мы сегодня ТикТок модный Денде показали, там, где он мячик держит, ты какую-то фразу сказал такую интересную, уже забыл, неважно, какую позицию. Даниил стал ТикТокером, да, это правда. Нормально. А, неважно, какую позицию ты не бросаешь, главное, что не бросаешь, что-то такое. Типа, с какой-то не уходишь, или это что-то. Крепкая, короче, фраза, ауфная, в чистом виду. Ну, мы дождемся драфта когда-нибудь. Когда-нибудь дождемся. Вот, спрашивал у ваших коллег на тему International, потому что запустился, соответственно, от официального Twitter-аккаунта Dota 2, мини-фест видосиков, в которых они сделали нарезки самых интересных моментов. Первый они решили фановый сделать, дальше, видимо, будет уже самых интересных киберспортивных моментов, игровых моментов. Вот, какие у вас самые лучшие воспоминания про International? Пока сидим ждем. С первого гола только последний приходит, опять, наверное... Ну, потому что на нем был, живой. Не, даже последний, в смысле, последний два. Вот именно за общего того хайпа, то, что дороги OG из-за открытых квал и вот это вот все. Другие как-то припоминаешь, там и финалов толком не было прям вот интересных и насыщенных. Все были как-то под диктовку в среднем. Я четко помнил финал, где Liquid и Newby 3.0. Я вообще там... Ну, было бы интересно смотреть, с одной стороны, а с другой ты понимаешь, что это финал, который ты ждал весь турнир, и он 3.0. Ну да, ну слушайте, он все еще был лучше, чем китайский финал фуловый на четвертом. Запомнилась самая эмоциональная сцена в истории Dota, это когда EG проиграли Империи, вы, может быть, помните. И там потом, где-то их показывали 30-40 секунд, там просто лица не было на каждом из игроков. Ну, я представляю, да, какое ощущение было. А, где еще EG был за Империю? Да, да, да. Где Чапиан не поехал. Тоже странная история. Но это была самая эмоциональная история вообще. Самое эмоциональное состояние, наверное, игроков за всю историю Dota, когда они там были в шоке вообще все. Я даже не помню, кстати, как они проиграли тогда, в смысле, что за карты там были с точки зрения драфтов. А, там Роджер был на Никс Ассайсен, и он там прям отыгрывал по красоте. Ну да, то есть была макро на 10 из 10. Байник с Ассайсен. Ну, результат получалось через камеру, через пару сценок прям вот все свои эмоции, весь свой кураж передавать. Я сидел, смотрел, мне прям нравилось очень. Потому что я понимаю, что он, по-моему, тогда играл с DC, вроде бы, да, тогда были? Не-не-не, это другой год. Другой? Ну, с DC, иначе было, если бы он играл с DC, то это было бы топ-2. Он с кем-то не прошел, и его позвали им переустантировать. Я не помню, за кого он катал в тот момент, да. И он прям на кураже такой шел, довольный, понимаешь, что вот так вот история сложилась у него. Снэпа Войт, опять же, в этот раз, кстати, бейты решили то, что все-таки надо дэмэдж внутри хроносферы иметь. Вот, и решили взять Сэмил Снэп Паэр. Мы просто видели, что не были проблемы в предыдущем драфте с подобной штукой. Вот, ну, хотелось бы вообще Джеки Роса под Войда, но, видимо, кто-то из их саппортов не хочет. Бабка Феникса бьет еще параллельно. Да, бабка еще хороша против Феникса, ты прав. Что ж они так к этому Войду привязались? Ну, вот, ну, один герой на керри позиции у них, ну, бывает, что. Ну, смотри, уже не будет, как минимум, Оракла. Его здесь сложно куда-либо запихнуть. То есть, там, можно, конечно, поэкспериментировать, но Оракла нет и хорошего Сэйва нет. Ставка Ашерфа очевидна, что ребята собираются врываться первыми через Дезераптора. Следовательно, уже ищем всех оффлейнеров, всех тройчей, которые могут ворваться первыми в Фейссельсвайда. Первый же приходит на ум, это какой-то Бэтрайдер. Ну, Войт может более-менее поставить у Бэтрайдера, если он скачается правильно. Не, мы говорим про мидгейм. То есть, я понимаю, что постоять на линии это здорово, но помимо вот состояния еще стоит учитывать мидгейм, где нужно, чтобы просто герой делал много хорошего. Потому что всегда линии можно подсвапать, если Бэтрайдер в некоторых случаях определенной командой вообще ставит мид, в общем, для него линию найти можно. Но Бэтом обязательно баньте антимага, обязательно. С их плейстайлом и плюс из-за того, что они, в принципе, вайда обберут, нельзя строить антимага вообще ни в коем случае. Ну, там зависит от следующего херопула, который они наберут. Пока он первый оффлейнер пошел, это Сладдер. Ждем еще одну троечку со стороны Бэт. У нас у пула, точнее, у Гостика по пулу там почти все ребята в пуле его есть. Там Тайтхантер, я помню, он играл в свое время довольно-таки неплохо в Тим Спирит. Ну, из такой типа меты. Из типа меты? А, Бисмастер. Всегда был хорошим в свое время. Много от него было, да, это правда. Фрэн, по-моему, тоже, да, играл? Ну, Фрэн забыть. Забыть? Да. Ну, Магнуса мы уже забыли, потому что Шрэл забанили. Минус спека, дефолтная, против вайда. И против бабки. Бабка нажимает уль, спектр прилетает, моментально жаряет бабку, еще может успеть там кому-нибудь слетать. Ну, не оставляйте антимага, ребят, не надо. Не надо. Почему? Ну, потому что, сколько я видел, антимаг выигрывает вайда. Ну, после Абиссала. До Абиссала он еще как бы домашний, а после Абиссала он прыгает первой вайдой. Просто если антимаг, в принципе, видит вайда и прыгает просто на него, там буквально три удара с иллюзиями, уже не хватает маны даже на филоспе. Тут уже зависит от того, как, ну, мне кажется, эго, то есть, Эльма должен хорошо исполнять на антимаге и играть агрессивно. Ну, это несложно. В принципе, ты просто чувствуешь момент, когда тебя еще не могут убить и нападаешь сам. Не обязательно там фармить до 30 тысяч на творчество ради того, чтобы реализовать героя. Можно проще. Ему три слота нужна. Манта, БФ, Абиссал. Больше ничего не надо. В современной мете ему нужен еще Али Барда. Не всегда. Да, я согласен, что не всегда просто это привычка уже собирать. Шаблон, шаблон. Да, почти все. То есть, если он превращается в такого, ну, такого инициатора, то ему, кстати, фарм забанили. Все, дань гостику отдали, но героя уже немножко убивается из меты. Но рулит разве что в темпе. Но учитывая, как играет бейт, можно вообще забыть про любой темп. Можно жадничать, можно наглеть, можно смело выходить в лейт через всяких там Элдор Титанов, Слардеров и играть вот за счет плюс брони и минуса брони. Да им даже не столько лейт нужно, сколько герои, которые могут без участия коров, деф эти вышки постараться и хотя бы не так сильно по карте загуливать. Не знаю, вообще, они Трентом играют? По-моему. Бейтые? Да. Фишман играет. Под их плейстайл Трент был бы вообще идеален. Они очень часто их зажимают на своей половине, Трент игру затягивает и рано или поздно ваша хроносфера будет сильнее, чем кнопки противника. Просто деф эти вышки. Да и Трент герой, это сильно у него там подача 90 или 80, сколько. Фишман играет на Тренте. Опа, еще одна. Не надо кам. Ну, я ставлю на антимага Таршер. Прямо сходу. Вот теперь прямо он напрашивается, да. Теперь видит Войт Спирит, а мановойт заходит в одного героя, как минимум. Да, в принципе, на нем не так сложно играть против Войда, но один раз хроносферу поставят на тебя, убьют. Может быть, два. Да бог с ним, с Войдом. Здесь и второй Войт появился. Здесь уже еще одна потенциальная цель, которую можно убить. При этом, если Войт будет, друг, пытаться убивать антимагу, то ему придется ставить хроносферу на Аэма, который бьет Фейселес Войда. Точнее, бьет Войда. Ну, сейчас антимагу ты не будешь открывать просто, потому что ты не ввешь линию еще тройку противника. А сейчас Бейт будет открывать тройку, у тебя закрывающий на четвертый пик, ты можешь брать Аэма. Все, у Бейсмастера проблема. Точнее, у Бейтов проблема, потому что Бейсмастер как раз это тот самый герой, который мешает Войду всегда. Вот птичка висит, кабанчик бегает, Войда, естественно, ничего не видит, Бейсмастер видит, и в большинстве случаев Бейсмастер больше шансов начать драку первым. Да и в принципе в мете на флейнерах не так много осталось героев, которые могут себе позволить... Ой-ой-ой, классика. Классика под названием «Я забираю этого кабана-женщину». Ай, мачи, поехали. Что-то, Виноманцера забанили Бейт? Окей, молодцы. Но это вот Виноманцер может играть постоянно на вражеской половине, даже если его убивают, даже у него 10 смертей, он все равно заставляет тебя смещаться постоянно. И Бейсмастер делает то же самое. Он всегда играет на вражеской половине. Я даже не знаю, кто еще из опланиров может себе такое позволить. Дарксир какой-то? Ну и то, не так часто. Средняш. А вот Бейсмастер и Виноманцер, это постоянно у тебя вышка из андератак, и вот вечно-вечно тебя надо как-то смещаться. Ща ВК пикнут чисто на чили. Ладно, давайте антимаг. Мы верим в антимага, мы хотим антимага, но тут еще есть вариант. Просто антимага это прям такая несложно будет играть для него. У него саппорты боевые достаточно с уровнем, Бейсмастеры устягиваются, помогают, и Тракса. Да. Снова Тракса, ну то есть я имею в виду под снова, я имею в виду, что Бейты играли против Траксы свою вторую карту в рамках противостояния против коллектива Юник. Вот. И там как раз-таки на второй карте развалили Траксой. Довольные. Довольные саппорты. Сразу плюс броня, оп, плюс броня есть, и у Феникса, и у Дезераптора. Сложнее убить, сложно до дровки добраться. Было бы сочнее, конечно, если бы они в этого вайда в Вингу бы пикнули и тогда потом уже дрову добрали бы, хотя их скорее всего забанят. Так еще какая-то темпларка может всплыть на центре льда Ашеров. Ну, СФ, да, там темпларка. Что еще есть? Проблема в том, что эти два кора, как я видел, Ланай потенциальные и сейчас Траксы, они легко от хроносферы умирают с плюс кнопки. Там сейчас никакого сейва нет, потому что они не показали после Бестмастера, что Феникс и Дезераптор саппорты, и Тракса, ну, если он в хроносфере, все, ее нет. Там одной бабки хватает на то, чтобы закинуть урона. А кто живет? Есть варианты? Кто живет? Не, ну, антимага поймать сложнее, допустим. Если вернуться к нему, его просто сложнее не поймать. Ну, уже забыли про него. Ну, да, уже как бы нет. Мы уже отталкиваемся от того, что есть. Надо в мид героя, который может купить Булстон. Ну, а там Кунка они убрали для того, чтобы не было подсейва дополнительно. Вот именно Шторм хорош. Ашерам. Что? Шторм, Шторм. Ашерам. Герой, который купит Булстон, и если на него стоит сфер, он может выхилиться сам по себе. И инициация отличная. Если у него игра пойдет, мы знаем, что такое Шторм, там, Сарчиды на 13-й, который бегает и уничтожает всех. Тут ты прав. Да и Бейты знают, что такое Шторм, Сарчиды на 13-й. Ну, я думаю, что у них сейчас выбор между Эмбером и Штормом по факту. Ну, в бан я имею в виду отправиться. И они, скорее всего, между ними и думают. Шторм у Водит не улыбается. Шторм собирает Сайленс, Водит собирает Божественный Ул, который заходит ему в большинство ситуаций, и в итоге Шторм испытывает дискомфорт. Минус Шторм. Ну, забанили на всякий случай. И сейчас Эмбер будет. Что-то еще из вариантов для вас? Уже Эмбер. Я пытаюсь придумать, какой герой может Сайленсом еще и на 21-й пик, то есть 23-й. Зайти Ашером. Если хочешь простого героя, Кейнт Линну, например, тоже можно зайти. Просто для того, чтобы стрелять под Роббис Мастера. Значит, тут было слишком просто. Будут бегать. Добавили мобильность туда-сюда. Все под птицу, все под глимс. И Тракса, который берет себе Драгон Лендс, берет себе какие-нибудь еще минимальные статы, там, Манту, и уже не такой. Хорошо, а что берем бейтом? Я так понимаю, что у них тройка осталась, да? Урона Храссфера нужен. Мало урона. На одной бабке далеко не видишь. Ну, еще что-то. В позиции три у нас есть вообще дамаги. Эмберсу Ганима прыгает и моментально сбивает каст. Вообще, им бы хотя бы одну линию пока выиграть. Да. Ну, тут еще бы что-то в мидгейме сделать, потому что, ну, реально урона почти нет. Просто выиграть линию. То есть, на ничего мы не рассчитываем. Вот спирит, он там будет бегать рядом, но ему Храссфера особо не нужна. На некоторых случаях даже может минус сыграть. В смысле, так линию-то они выиграют, НЧА будет воровать Кабана постоянно. Я не уверен, что там победа на линии. Это ход герой для гостика. Я думаю, многие бестмастеры уже привыкли к НЧА, и плюс у тебя Феникс за спиной, ты можешь поразмениваться. Еще бремастер вообще никак не сочетается с Войдом. Вот вообще, я не знаю. Войд ставит Храссферу, и бремастер наливает пивка. Какая-то хигня получается. Лежевка? Да. У них опять то, чтобы он сам купил себе шмотки, сам всех убил, сам себе игру сделал. Одной стэффайер это мало. Ну да, пока выйдет не на фарм, он просто сбей кастбабки. И это уже четвертый драфт. Нет, мне нравится то, что мы постепенно, знаешь, немножко меняем позицию Войда в пике, потому что три пика назад он был третьим пикнут, два пика назад вторым пикнут, сейчас вот первым уже. Если бы был бы нулевой, то я думаю, что мы увидели бы его и там. Давайте посмотрим, что предлагают париматч, потому что, я думаю, совершенно всем очевидно, что Ашера здесь выглядит как фаворит в этом БО-3, 1-2 против 4-2. Опять же, вы прекрасно понимаете, что есть другие коэффициенты отдельно на карты, на все остальное, на исходы. Все это дело вы можете найти на париматче, у нас под трансляцией находится баннерочек, получаете дополнительный бонус к первому депозиту, а мы отправляемся к комментаторам. Удачи бейтам. Хоба. Собственно, последняя встреча на сегодня, Ашер против бейт, и да, Ашер действительно фаворит, но здесь в этой группе без переигровок каких-то, вернее сказать, без равенства очков никуда не деться. Если побеждают Ашер, то они сравниваются с Юник, и первое, второе место будут делить. Если, соответственно, проигрывают Ашер, то бейт сравнивается с Ашерами и еще с одной командой, короче говоря, будет у нас вот второе, третье, четвертое место. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Главное, посмотреть на результат. У нас здесь интересные драфты. Интересные, получается, составы, потому что неполным составом играет бейт у нас. Да, ну, Гостик играл уже за них, то есть, это такое, как бы, хорошо забытое старое, но, конечно, герой у него, действительно, он записал гайд на Брюмастера на своем Ютубе, который активно продвигает сейчас, и пишет там различные гайды, и они пользуются, ну, скажем так, я не могу сказать, что они пользуются огромной популярностью, ну, там хорошее соотношение лайков и дизлайков, то есть, возможно, как раз-таки им нужно, и вот сейчас он будет рекламировать этот гайд вживую, в компене. Ну, если выиграет, то, значит, работает. Мы будем пристально смотреть за этим Брюмастером. Так, у нас, все фишки. Я пока, такой вопрос, знатоки, шмоток, напишите, пожалуйста, вот, сет на дровку, это с 8x майка или нет? Я вот, что-то это, я знаю, что есть точную цемпу, ну, в твиттер, джемсобака, джемсобака, напишите, плиз, в чат. Вот, потому что я все смотрю на эти усы в дровке, и мне кажется, что это x майка, сет. джемсобакаanimешников.net Да вы прям юморите сегодня везде. Да, у меня сегодня первая игра, первая игра свела с ума. Самая первая. Похоже на то. Так, ну что, у нас, судя по всему, поровну по баунтирунам стычек никаких не предвидится. Две сверху забирают себе по идее HR, две снизу должны забирать бейт, и спокойно начинаем. Так все, хватит, не показывайте дровку нам. Можно, как бы, что-то другое показать. ничего больше не происходит. Ну, ладно. Нереально ничего не происходит. Ну, как бы, эго нормально спрятался под вышкой, ждет, пока вернет саппорт. То есть, вернулся. Может, там реально с саппортом что-то случилось после шутки твоей, как в прошлой карте? Вообще сапсервером? Да, сапсервером. Не знаю, может быть. Да ладно, тут уже осталось, на самом деле, да, у нас последние групповые, последние матчи групповой стадии Дивайна, будет еще денек. Так, у нас здесь три героя снизу. Возможно, будет ФБ сейчас. Да, это Фишман. Так, Фишман в спину. Вот оно, пивко пошло от Гостика, и поздно подожгли. Да, такое себе в итоге. Классная атака, не получилось в итоге. И уже улетела Энчантрас наверх. Помогать? Ну да, там надо помогать Воиду. С демоджем в купол, конечно, трабла в очередной раз. Только ультимейт снэпфайр. Ну вообще неплохо уже. Это неплохо, да, но опять же, это два таких ульта очень важных, скажем так. Вот мне нравится больше Джеки Рос какой-то, потому что, ну, он такой маленький кулдаун ультимейта, и его особенно без хроносферы, ты на него и не рассчитываешь. А вот ультимейт снэпфайр может тебе пригодиться и где-то до, поэтому его может не быть под хроносферу. Ну и самое главное, что это единственное, по сути, что можно залить. Все остальное так себе работает. Милишные коры, сплошные милишные коры. Да, Фаник здесь, конечно, на скиллухе уже неплохо начинает на линии. Видим, семь крипов, хорошо фармит. Ой, да пока что проблема с ласхитом. Ну, фишман пытается как-то отзонить Фаник вместе с Кингером. Тут такая плотная линия в виде бестмастера и феникса. Смотри, короче, фишку. Этот крип, у него меч и топор. Он, точнее, щит и топор, прошу прощения. Он берет в две руки топор, когда бьет, и из топора что-то выстреливает. Даже в одну, смотри, из топора. Как можно стрелять из топора? Может, из щита? Не-не-не, он именно из топора что-то выстреливает. Ну, снаряд. Это дота. Ну, а как еще? Топор пусть кидает, как тролль хотя бы. Ну, типа, серьезно. Вот ты, короче, докопался сегодня до мелочей, я прям не знаю. Ну, так это, прям смотри, триггер, вот просто смотри, что это такое. Что он там выкинул? Может быть, сначала переделаем разные вещи, которые криво в доте работают, чтобы они нормально заработали, а потом уже до этого будем докопываться. Начнем с малого. Ой, ну ладно. Так, снизу, снизу драка, вроде как, да, драка, там, снэп файр, смотрю, теряет хп, клэп по мипошке, мипошка делает тп, урона не хватает, мипошка выживает, все радуются. 30 хп, на самом деле, а, он прям сюда? Да, у него фласка была, зачем было улетать далеко, там, эго в это время продолжал фармить, 18 на 3 уже статистика. В миде интересно, как будут дела развиваться, у нас ли временем коэффициенты на первую карту от наших друзей из паримача, 1.25 на команду HR и 3.75 на команду Bait. Ксане, в миде что-то как-то Дэнди больно делает, по-моему, не? Ну, так. Ну, да, Дэнди тут подвушечкой уже. Ну, ладно, грипп стат, главное, что есть, ну, уже много раз мы видели эту дуэль, естественно, это Ember Spirit, он не может пробивать физику, потому что там щит, а Дэнди не может пробивать магией, потому что тут другой щит. Ну, как правило, это довольно равный матчап, скиллозависимый, так называемый. Так вот, поэтому-то интересно посмотреть, а если уж скиллозависимый, кто в итоге победит на миде? А пока что у нас легкие линии побеждают, на миде равенство, легкие линии имеют чуть больше, и в этом плане, конечно, очень хорошо для дровки все, потому что Войду помогает довольно сильный суппорт в виде инчи, а вот у дровки, да, у нее тоже неплохой суппорт в виде дезраптора, но все-таки там брюмастер, который хочет поддушить. Так, руна Аркейн остается Дэнди, отлично. Ну, ремнант очень полезная штука, которой можно вот так вот подконтроливать руны, забирать. Ну, в общем, продолжается здесь стояние на миде, пока до шестого ни один из героев не хочет. Похожие, на самом деле, персонажи, если так разобраться, это первый спелл контроль, второй спелл такая, урон плюс какая-то неуязвимость, третий спелл щит, и четвертый это урон плюс передвижение, причем такое ощущение, что вот, ну, прям, понятно, что это два спирита, но сильно не заморачиваются. Забавно получилось, здесь с гостиком неплохо полетал на месте. Не смог перепрыгнуть за борт дезраптора? Да, по итогу. Вот есть спеллы, которые перепрыгивают, а есть, которые не. Которые не я перепрыгиваю, да, в итоге дровки ничего не сделали. Гостик на линии два скрипов имеет, фаник там 18, но в принципе оффлейнеры в равной степени фармят, но здесь фишман пока отыгрывает нормально, зонит постоянно линию команды Ашер с гарпией, вот. С брюмастера там просадили. но погибает в итоге снизу у нас снэпфаер. Да, там и... Бюмастер тоже теряет хп, на самом деле, Гостик, за ним погоня продолжается, здесь подвушку, но, наверное, надавить не будет. Ну, тут глимс имеется, вот. Далеко откинули Гостик на самом деле, но должны добивать. Должны. Что-то как-то не вернулся эго, но, возможно, он боялся, что брюмастер клэпнет или что-то такое сделает. Ну, что я могу сказать? Гайд на брюмастера пока не удается, а вот гайд на дровку очень даже неплохой получается. 2.900 у Дроу Рейнджер, и всегда Дроу Рейнджер это герой, который, он очень сильно, вот, как сказать, он лимитированный может быть Нетверс, потому что она забирает крипов с линии, но лес она фармить рано не хочет, и отдавать ей фраги в такой ситуации, но это последнее дело. К сожалению, в этой игре для бейт она начинает очень жестко разгоняться. Хотя, по игре, ну, понятно, что дровка воет, воет может просто ее закрыть и все, там нечем подсейвить. Но воету нужно фарм хороший иметь в этой игре, в любом случае, чтобы забирать кого-то за хроносферу, потому что, как мы и говорили, дэмэджа в хрона очень мало, есть только ультимейт снэпфайр по-хорошему, поэтому дамажить надо будет кому-то. О, еще один крип. Ну, вот это нормально все. Классный крип. Наколдует, и все. О, топором его. Захилил на 30, 20 отдал. Так, прыгает кристаллист, но у него нет хроносферы, баш тоже не вылетает, в итоге фаник выживает. Замедление, ну, слишком далеко задайвили, по-моему, нет? Ну, инча начинает уже проседать потихонечку. Ну, да, фаник в итоге все просто пофармил здесь, задинаил, там, ксани тоже с миды убегает. Правда, он под дд, а тут снизу снова нападают на гостика, не такие, неплохие плюхи залетают здесь, и под мультишот. Да не работает так, ну, не работает. Он думает, что в следующий раз перепрыгнет, что ли, очередной даблкил для дровки. Ну, дровка солит эту игру пока что. Ну, ладно, на самом деле не дровка солит, а еще и дизраптор очень сильно помогает, потому что все классно делает. Подсветил, глимпсанул, закрыл, у него 1-1-1 раскачка, и он идеально пользуется своими спылами. хроносфера на фаника залетает здесь. Так, хватит ли демеджа? Да, должно хватать, фаник погибает. Еще подхилили ничего, но фаник ей успел сбить фласку. Ну, собственно, забрали, да, у флейнера. Это, конечно, прикольно, но они забрали вдвоем одного у флейнера, потратив в хрона, а дровка просто там имеет уже чуть ли не доминейтинг. Просто стоя на линии, 3 900 у нее, 3 200 войд, 3 200 эмбер, 3 200 войд спирит, брюмастер и бестмастер проседают пока что. Ну, это пока, это пока. Самое главное, что дровка топ-1 и наращивает свое преимущество. Ксани остался пока что в миде. там у нас рунка появляться должна быть, но тут контроль тоже с двух сторон и в итоге появляется снизу это рун иллюзии. Привязали здесь энчантрас, подходит сюда кингер и скорее всего фишму нас заберут. Да. Дэнди на развороте мстить собрался, но забавно получилось, но Ксани здесь должен выживать. Ну, что-то пока на самом деле игра... Мепошечка тут немножко подзагулял, Клэп, ну, Гостик наконец-то отомстил за всю боль. На самом деле может быть все не так однозначно, потому что да, мультишот, очень много урона и... Ох! Повезло. Повезло. Залетала эта стрела, да, ну, наверное, стоило дровки... Хотя я даже не знаю, тут просто не хватило урона, ничего не стоило. Ты имеешь в виду, чтобы просто райт-кликом поати бить и надеяться на мультишот, на прок ультимейта? Наверное, да, это был единственный шанс, но кто знает, чуть-чуть не хватило в любом случае, буквально там доли секунды и дострелил бы он. Очень хороший старт, два рейсбенда, ПТ-шка, Драгон Лэнс на подходе, уже можно начинать, в принципе, фармить леса, мультишотом, ультимейтом. Там в Бидде что-то происходит, нападение на Денди, в итоге не удалось привязать, Денди не забрали, не подцепили даже. Ксани всех крипов связал, которых только можно, но как-то ему не прется постоянно. И сейчас Смоук от Снэпфайр и Войт Спирт. Кстати, у Снэпфайр ульта нет. Кстати, в хорошем направлении идут, могут на дровку выйти сейчас в смоках Бейды. А дровка фармит вообще, как будто Эго ничего не подозревает, но он аккуратненько здесь стоит, вот сейчас может спалить Смок, ТП, ой-ой-ой-ой-ой! А где печенька? Ну, тут на самом деле Ремнант ставил Войт Спирт, и он практически успел. Вот эта анимация, вот это все, мне кажется, печенька могли бы избить. Мне показалось на самом деле, что у Снэпфайр есть шестой, но нет ультимейта, когда они были в смоках. Ну нет, Снэпфайр вообще четвертый уровень. Минус вард тем временем. Мипошка вместе с Эго смещаются на топ, но это читаем. У Эго восьмой уровень, это очень много. В миде. О, это тоже восьмой. Что, Хорносфера будет? Ну, не знаю, один точно он к Саню не заберет здесь, поэтому нужно кого-то еще дождаться, как минимум. Но никто не пришел в итоге на помощь. Снизу забрали вышку, тем временем Бейт в Сами. Пока что 1-0 по ТВ-рам, сверху вроде как на Тавр тоже выходят Шеры. Не, но Бейт активно играют, и молодцы, конечно, не в этом плане. Так, ультимейт от Гостика. Фаник, скорее всего, погибнет здесь. Да, Фаник погибает. Хочется, хочется еще и дровку подцепить, но там грамотно отыгрывает Эго. Я просто сразу отступил. Да, я дал тычку с мультишота, чтобы замедлить, потом просто дал гаст, и спокойно уходит отсюда, собирает баунтируны. В принципе, такая игра, где никто особо ничего не показал. А, в миде, простите, что перебил, происходит какой-то экшенит, все же, все нормально. Все нормально, да, там ушел. В общем, никто ничего особо не показал в плане крутых передвижений. Дефолтные передвижения вниз забрали вышку, сверху при этом отдефили бейт. С другой стороны, нижнюю линию они чуть хуже постояли, дровка из-за этого опережает воида. Ну, в общем, ничего пока сверх какого-то крутого. Так, ультимейт появился у Дизраптора, можно кого-то глимсануть под него. Вот как раз в самоках вроде как планировали подраться Ашер, но не получилось. Снизу Кингер врывается Дэнди, и Кингер улетает. Окей. Блядь, здесь тяжело было без Юла как-то цеплять. В общем, пока что просто все фармят. Крипа может отдать. Не прокает стрелка. Да и Крипс он по себе плотный. Фишмана можно найти. Да, кстати, Фишман быстро развалится, потому что у него, в принципе, нет ультады, даже если бы был. Можно сказать, что он батит на Крипасика, но нет, не так это. Фишман здесь один. Не показывается пока что. Дровка очень хорошо убивает Инчу, потому что она может мультишотом стрелять и быть, так сказать, отвязана от ее ультимейта. Воид. Да, вот, возможно, сейчас будет Хроноспер, но Фаник рядом. Фаник рядом, полетели топоры, Салин залетает по Фишману. Фишману фокусит Эго, он начинает бить Кристаллиса. Кристаллис под рором. Успеет ли на Таймволке уйти? Таймволк в КД. Не успеет. Ну, это была великолепная игра от Фаника, который спрятался в кустах и забайтил вот такую вот атаку. Отлично сыгран на Эго. Хотя... Так, давайте посмотрим. Так, ну, а тут опять какая-то вялая попытка забрать Ксани. Вялая, вялая. Ультимейт Снэпфайр где-то все-таки на этот раз потратила. В общем, даже если бы, даже если бы не было Бестмастера, все равно Дровка успела дать Сайланс, и это очень круто. Так, у Дизраптера есть ультимейт, и он заходит неплохо здесь сейчас. Может его раскастовать Фишман. Вернулся обратно. Абуз Боттла. Хорошо. Дэнди пополняет запасы. Гостик в позиции с ультой. Также Ксани в наглую забегает здесь. Вообще ничего не боится Ксани. Поспевает уйти. Вот он ультимейт от Гостика. Залетает стат. Эго надо спасать. Эго надо спасать ни в коем случае. Да не работает это так! Ну, сколько можно? Да, постоянно в Кинетик Филд файвап выдает Эго. Эго бьет. Эго нужно спасать. Эго, в принципе, спасает. Хороший ультимейт от мипошки. Залетает на развороте. Забрались на фаер. Фишман тоже отправится в таверну. Даблкил делает Ксани. Глимсует Гостика. Еще сюда. Пацан Рей. И Гостик тоже отправится в таверну. Интересный момент. Я-то все время думал, что у Войда есть хроносфера, а ее-то нет, оказывается. Но он же тратил ее. А где он ее тратил? Не знаю. Наверху не было хроносфера. Вот именно, что ее наверху не было, и она уже там была в кулдауне. А где же он ее потратил? И, видимо, он где-то с ультимейтом Снэпфайр потратил. И в связи с этим... Ну, смертей не было, значит, никого не забрали. Вот именно. Вот это очень странно. То есть что, почему так странно получается? Может быть, у нас что-то вылетело, конечно, из головы. Но сам факт. Наличие хроносферы — это необходимое условие для того, чтобы пойти куда-то подраться. У Бейт нет хроносферы. Они идут, и их закономерно раскаетили. То есть хрона бы порешала много вопросов. Или хотя бы ультимейт Снэпфайр. Ну и, конечно, ситуация с Печенкой. Нужно как-то пофиксить, потому что пока что кинетик филд просто на карне у контрида. Так, поймали файвапа. И сожгли. Да, оставляют фраг для Ксани. Киллингс при зарабатывает уже Эмбер. Отлично, уже 4000 преимущества за команды Ашар. Пока выглядит как легкая игра, я не знаю, для них. Ну, то есть решение, которое делают Бейт по карте, ну, прям очень много вопросов вызывают. Я думаю, всех. Да тут вот статистика очень интересная залетела. Да. Ну, посмотрим, как хроносферу используют. Это вот сейчас вопрос номер один. Потому что, ну, а больше нет чего играть, собственно, здесь. Да тут уже вроде как и сами Ашары идут в атаку. У них уже все хорошо. Яша появилась у Эга. Медасик себе приобретает Кристаллис. О, а вот и коэффициенты подъехали на карту. 1.07 на Ашар и 7.5 на Бейт от наших друзей с Бариматч. Ну, бескомпромиссные кэфы. Так, ну что, под баунтирунку могут подловить Дэнди, например. Не делай этого, Дэнди. Не делай этого. Ну, нет, нет. Это был байт. Они... Забейт забейтили. Только что поймали еще Кристаллиса здесь. Возвращают под Глимс. Ой-ой-ой. Печенька спасает. Саленс не достает, кстати. Повезло. Ну, нормально, да, тут еще... Ну, на самом деле уже ресурсов не так много было. Короче, это вот тот случай, когда ты поймал такого опытного карася, какого-то сама на крючок. То есть можно сказать, что бейт попались сами на крючок? На бейт, да. Забейтины были, забейчины. Ну, да, вот так вот вышли. Хроносферу реализовать не удалось. Ну, даже, я бы так сказал, бейты не пытались ее реализовать. Хотя под ультимейт Снэпфайр стоит задуматься все-таки о том, чтобы это сделать. Потому что соперник перефармливает, соперник активничает. Заходит на чужую половину здесь, разливает пиво. Там смог атака, на самом деле, под хроном. Можно попробовать кого-то поймать. Все читается. Гостик не просто так же выходит. И вниз. Так, Кингер. Увидел, что руна пропала. Хорошо. Будет информация. Для... Ашер. Да. Кстати, подождите, покажите Кингера еще раз. Пожалуйста. Феникса, покажите. Ммм... Я... У него Бэйт подпись просто. Ну, это... Да это потому что, да. Потому что они играли. Я понял. Понял. Это... Хитрец еще один у нас. Шуточная подпись. Это шуточная подпись. Нападает здесь на гостик тем временем. Печенька залетает неплохая. Есть контроль. Хроносфера. Феникс на нее залетает. Ультимейта Снэпфайр отлично настреливает. Минус к Санни. Сбили стрик. Поймать бы кого-нибудь еще. Саленс по двоим на развороте залетает. Но только одним фрагом довольствуется пока что Бэйт. Будет ли какое-то продолжение? Дэнди бежит вперед. Получает рор. И на развороте Дэнди расстреливает ультимейт от Мипошки. Шикарный. Залетает по двоим. Сейчас Супернова взорвется. Нет, не взорвется. Не взорвется Супернова. Отлично отыграл здесь файвап. Да, файвап здесь сыграл действительно очень круто. И дал своей команде хоть какие-то шансы. Сайланс на Зеленого Спирита. Гостик пытается избить Мипошку. Мипошка ставит кинетик филд. Но все-таки Гостик его забивает. Но дровка Монстер Килл. Как же они раскачали эту дровку? Это просто жесть. Просто жесть. Ну, что можно сказать? Очень какая-то тривиальная получилась такая. Тривиальный выход от Бэйтов. После того, как они без Хроносферы и без ультимейта Снэпфайр ломанулись еще куда-то дальше. Очень легко поймать было их Дизраптору. Под ультимейт Бестмастера. Ну и Рошан. Как следствие, драку выиграли. Можно сказать, Рошана по-быстрому заберут с дровкой. Урона очень много. Дальше будет пика. Кстати, пика совсем скоро уже появится. Ну и дальше, наверное, можно собирать себе дальше... Сколько раз я сказал слово «дальше», не знаю. Но я имею в виду какие-то статы на ловкость дальше. И прочее, и прочее. Мант стайл, может быть, будет. Тише, едешь дальше, будешь. Да. Легчайший Рошан. Ждем ультимейта Дизраптора и можно организовывать очередную атаку. Привет, умнику. Ну, я думаю, что это тот момент, когда можно передать. Наверняка будет использована эта игра для очередного видоса. Потому что слишком много всяких таких мемесных моментов, конечно. Ну, вернее, даже не мемесных, а что уж там говорить, не очень хороших для бейт. С точки зрения импакта в игру. И до сих пор ничего, никакого импакта нет от Войт Спирита, с одной стороны. С другой стороны, вот эта привязанность к своим ультимейтам с большим кулдауном. Опять же, Снэпфайр, Войт и Брюмастер. Не всегда получается их реализовывать. При этом, в случае, если их нет, драться вообще невозможно. Так, в миде нападение на Ксани, может быть. Пошел Юла Денди. Будет Рейнант. Ну да, Маегис. Ну да. И все, он все еще есть. Да, и падает вышка сверху у команды бейта. Это так-то Т2 на ровном месте, которое сейчас упадет. Да, драться бейт не хотят. А это еще и плюс аванпост. Да, это плюс аванпост как раз на 19. Да, да. Небольшим. Так, 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 так. Хроносфера сейчас появится. Готова хроносфера. Все, все ультимейты готовы. Давайте смотреть. Да, перетягиваются Ашер в смоках. Сейчас будет драка у нас в миде точно. За вышку попробуют. Глиф прожали. Врывается к Сане. Идет вперед, но у него Аегис. На него не хотят нападать. Привязал двоих. Возвращает под ультимейт. Сейчас кристаллис. Начинает избивать. Прожигает Феникс. Очень больно. Печенька залетает. Но успеть бы таймболк. Успевает нажать. Хорошо. Фаник ультимейт свой тоже не потратил. Гостик там в ультимейте ворвался. Как-то шороху навел. Но все-таки добивает кристаллис. Ну и хроносферы так и не было. Да. Ну слишком все просто сейчас для Ашеров. Так как они просто пользуются преимуществом Аегиса. Дровка даже в драку не идет. Чтоб ты понимал. Просто по линии там фармят крепочков. Гостика добивают. Собственно, что произошло? Эмбер Спирит с Аегисом выходит вперед. Страшно ставить на него хроносферу. Потому что если его убьешь в хроносфере, он резнется. Опять. После чего... Оп. Да, после чего видят воида, возвращают и спокойно забирают. Петюню. Напоследок счет били. Нормально. Красиво. Красиво. Надо, чтобы Кингер и Гостик отбили. Петюню. Они оба играли за бейт когда-то. Не так давно. Но оба покинули эту команду. И в итоге Кингер вот в Ашерах. Ну, в Ашерах получается поинтереснее здесь, конечно. Да, и если мы понимаем, что Эго скорее всего... Хотя кто знает, как у нас в СНГ происходит, но скорее всего уберут из состава, когда Никс вернется, то вот Кингера могут и не убрать. Потому что Ашеры ищут четверку уже довольно давно. И как-то вот все у них на тестовом периоде. Ну, с Кингером получается. Да, забрали Т2 в миде. Линейка товаров снизу стоит. Но с такой дровкой, я думаю, стоять товарам осталось недолго. Еще и Гроубоу. Ну, идеально все, конечно, складывается для команды Ашер. Лучок. Ну что, мы хоть раз увидим комбинацию? Да какую комбинацию уже нет? Ну, хроносферу с ультимейтом Снэпфайр. Да не, уже не увидим, потому что... Ну, точнее, увидим, но она уже не поможет. Здесь нужна хроносфера по-троим, наверное, героям. Я же не говорил про то, что она будет успешна. Это бы ее увидеть уже хотелось бы. Хотя бы разочек. У меня вот Клава с мышкой есть, я сейчас открою. Давай. Дастан. Лобби запустил. Ну, потому что, ну, вы вроде взяли стратегию, но вы не пользуетесь ей вообще. Это вот так не работает. Ну, то есть, опять же, даже когда мы говорим, там, вот, моя любимая комба, Вояд Джеки Рос. Так, тут файвапа могут поймать. Там Саня уже без страха врывается, да, на файвапа, и его заберут. Глимс, до свидания. Никакого дефа, ничего нет, потому что... Команда вообще фармит другую часть карты. Короче говоря, эта комбинация должна быть как одно из. То есть, вот у тебя есть комбинация хроносферы и чего-то еще, где Вояд может и соло убить, и под ассистом, но нужно что-то еще. А у них, по сути, получается, только хрона, ультимейт Снэпайр, все. Всего остального в игре нет. Здесь уже не выиграть так. Ну, я не знаю. Если защищать свою базу, бейт не хотят, тогда, может быть, проще написать ГГ. Ну, они хотят. Так, сбоку, с подветренной стороны. Подкрался Дэнди. Сайланс. Юл. А, спеет ли вы тебя? Да, как тут видишь. Там еще и у мипошки есть ультимейт. Интересный смок. Дэнди, возможно, придется делать байбэк. Не хотят драться, видимо, под Аегис. Хотят дождаться его выпадения. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Там дизраптор, бестмастер. Ой, двоих запер. И вот туда бабкой наплевывать. Ставит Супернова. Хорошо. Хорошо. Мипошку надо забирать. Мипошка погибает. Байбэки пошли. Дэнди врывается. Тут, правда, стан залетает. Пытаются хотя бы Эго забрать. Там форстаф. Точнее, пик уже работает. Урона не хватает, чтобы Эго пробить. Он уже достаточно плотный. Феник здесь летает. Но все-таки Эго заберут, видимо, да? Ой, какой Метеорхаммер шикарный. Ну, Эго, да. Эго забирают. Остается Ксани. Ксани заканчивается. Аегис, ну и Дизоль. Он тут сейчас один может реально делов натворить. Дэнди. За Кенгэром до конца. Мипошка здесь. Фаник возвращается сюда уже в драку. Дэнди погибает. Гостика тоже можно забрать. Гостик тоже погибает. Отправляется в таверну. И возвращают обратно Войда. Войд. Есть таймволк. Надо прыгать. Но там уже стенка стоит от Мипошки. И Кристалис умрет. Ксани слишком сильный. Он просто уже убивает людей. Тут уже все, наверное. Конец. Ультракил от Ксани по итогам. Хотя даже Аегис был не реализован. Если можно так сказать. То есть он просто закончился. 6 тысяч урона. Мне нравится этот билд. Я вот его видел от Fly to Moon, по-моему. И вот сейчас вижу от Ашеров. Эмбер с Дезолятором. Во-первых, здание ломает быстро. Во-вторых, у него такая физическая тычка мощная получается. И этого зачастую не ждут герои. А такой герой, как Энчантрас, например, вообще ничего не может сделать. И тут такая ситуация, что вы уже на 22-й минуте на вражеском ХГ почему бы себе Дезолятор не собрать. Да, да. Как раз вот он отлично работает. Гораздо быстрее спушите все. Да, падают бараки по миду. Нижняя линия уже отсутствует у команды Bait. Появится, безусловно, сейчас Void Spirit. Появится Faceless Void. Но хроносферы нет. Привязали здесь Энчантрас. Расстреливают ее Дровка. Минус Энча. Моментально фраг для Эго. Падает второй барак. Блингдагер появляется у Гостика. Отлично. Но сейчас будут мега-крипы. К Сане уже ничего не боится. Он просто идет вперед. Он понимает, что его быстро не заберут здесь никак. Урона может просто не хватить. Вот что получается, когда вот с этой вот единственной комбои с хрона ты начинаешь проигрывать рано. Пока она откатывает, уже успевают упасть. Я не знаю вообще, может быть, что-то концептуально поменять в своей стратегии ребятам с командой Bait, потому что каждый раз они берут себе этого Void с хроносферы, и он никогда не работает вообще. Он просто не успевает по таймингу, не успевает по темпу. Это хороший вопрос. Знаешь, это как там определение безумия, повторение одного и того же действия в ожидании другого результата. Ты хочешь сказать, что Bait безумная немножко? Да нет, это просто, знаешь, красивая такая фраза, которую используют. Но на самом деле ничего плохого нет в том, что попробовать какую-то вещь несколько раз для того, чтобы выявить какие-то моменты. То есть не получилось, не получилось почему. Там что-то здесь подправить, что-то там подправить. Может быть, стратегия рабочая, но что-то не зашло. Но действительно, одна и та же стратегия, которая не работает, вызывает вопросы. То есть понятно, что может быть вообще никакая стратегия не сработает, но интересно было бы посмотреть. Ну хотя бы разнообразие увидеть, чтобы понять, что это так. Потому что одним и тем же пиком играет, по сути, у нас ребят с команды Bait постоянно проигрывает. Самое главное, если ты играешь постоянно одним и тем же, то это прям суперлегко для соперника в плане подготовки и в плане драфта. Он уже знает, к чему готовиться и уже там перед игрой сидит, понимает. Так, там врыв от Брюмастера. Ну такой себе врыв, в итоге он бежит-бежит, уже половину ультимейта пробегал. Попытка забрать Эго, Эго уже в ультимейте начинает расстреливать. Там подлетел у нас Кингер, Рор залетает, минус Кристалли, сходно сферы так мы и не увидим, видимо. Гостик сейчас тут расстреляют, погибает там еще и Снэпфайр. Ну ГГ, Эго уже сдаются, да. Странная атака, вроде бы есть блинк, но в итоге Брюмастер бежал просто на ноге. Ну, в общем, я там не особо смотрел, но я наслышан про предыдущую встречу Бейт против Юник, что там, в общем-то, было все в одну калитку. Ну Юники вообще-то такой самый явный в порядке. Так уж сложилось, что все эти игры комментировал я, так что да, там было в одну калитку. Там было в одну калитку, здесь, в общем-то, тоже. Причем даже вот не видно момента, где... Ну вот у нас были сегодня игры, где были какие-то качели, где было видно, что вот чуть-чуть бы под сноуболь, где-то чуть наоборот проиграем меньше. Стратегия там с Дарксиром и Джеки Росса могла сработать. Вот эта игра, здесь вообще ничего не было. То есть буквально с самого начала никакого просвета. Все, что сделали Бейт, это забрали нижнюю вышку на легкой линии. И дальше все, дальше у них ничего не получилось. Соперник ждал, что они будут играть от Хроносферы. Ну и после первого Рошана. Ну, в общем, студия-аналитики проанализирует то, что сейчас произошло. Да, мы с удовольствием это сделаем, на самом деле. Или не с удовольствием. С удовольствием. Просто, ну, тенденция одна и та же. Я вижу бесконечного Вайда от Бейтов и бесконечный вижу одно и та же. Да, уже забыть про него. Бог с этим Войдом. Короче, берешь пик Б8. Берешь пик Ашеров. Можно устроить челлендж среди оставшихся команд. А кто сможет пиком Б8 выиграть Ашер? Это мне реально интересно посмотреть, кто в этом дивизионе, в принципе, таким пиком способен обыграть Ашеров. Ну, не обязательно Ашеров, да. Любую команду, которая возьмет такой же пик. Ну, любую нормальную команду, которая нажимает на кнопки. Естественно, мы не берем 5 Камрадов, потому что, ну, это провал. Не знаю, Брюмастер. Не, ну, может быть, это была рекламная акция. Там, Брюмастер, Гайд, все дела. Но он просто был чем-то родственником в этом драфте. Я, в принципе, на драфте спрашивал, чем у нас Гостик играет. Потому что я никак не ожидал Ласпик Брюмастера. И я думаю, мало кто его ожидал. Возможно, просто ничего не осталось. По факту же мы помним, что было очень много банов. Я не думаю, что он не может исполнить Водь Спирит. Ну, кстати, один из шикарнейших моментов, иллюстрирующих, как Мипошка ставит шикарный ультимейт. Он поставил только на одного Водь Спирита. Но оказалось-то, что туда же зашел еще и Кристаллис. И он поставил, оказывается, на двух. Ну, обязательно. Там не повезло Кристаллис. Короче, им настолько легко было играть, что им даже не нужно было забивать касс бабки в некоторых моментах. Потому что комбинация Ханасферы и бабка была реализована, по-моему, там, один, максимум два раза за игру. Да. Так от силы. А сколько раз смотрел игры Bait, у них ни разу не было того, чтобы герои стали просто ровные, били крипов чуть-чуть, там, харасили, ресурсы тратили. У них всегда какая-то линия против них имеет настолько много, что я смотрю на то, что я не пойму, откуда вообще. Там у Траксы было тысяч пять, а у Войда три или что-то подобное. Не потому что Войт. Что Траксы — это линия? Не, не потому что Войт там так плохо фармит. А из-за того, что у Траксы было убийство, крипы, убийство, крипы, почти ничего не тратит. Что у Траксы на линии стоит кусок миличника, который ничего не может ей сделать. Она по нему стреляет, она не позволяет ему к себе подойти, и там очевидно, что вообще как бы ловить нечего. Просто два стрелка, ну, брюмастера нон-стопом, и что они вообще хотели этой линии? А вот тут я не понимаю, ребята собрались ради того, чтобы как-то навязать драку, но драку в Аегес, и когда они увидели этот Аегес, а, ну, бежим. Постоим в Питером и бежим. И в итоге умирает Кристалис от того, что его Ксани зачезил. И я не знаю, вот, реально, с каким планом они здесь стояли. Это та самая история. У нас ХСР, ну, пойдем. У нас ульта бюмастера, побежали. Ну, пойдем, да. Владимир взял. И все равно, что у противника тоже все ультимейты есть, ну, пойдем. И то, что счет в игре был, там, 14 на 7. И то, что у них Аегес, как бы, и они подвышка. Ну, пойдем. О, парни. Да, но это больно смотреть пора. Не, нормально, слушаю. Не, тебе, наверное, нормально. Я просто, ну, я смотрел только что... Я позавчера смотрел игру бейтов с отсчетом 33-3, понимаешь? Ну, ты приходишь через два дня, смотришь то же самое. Ты слишком мягкий, слишком эмоциональный. Я просто тельтую от того, что я смотрю на такие игры, понимаешь? А чего я тельтоваю? Ну, ты как они? Вот они тельтуют, ты тельтуешь. Все, можно расплакаться. Зачем? Просто вот сейчас Ашеры показали, вот, что работает. Вот, что работает. Хороший, нормальный драфт. А бейты дают нам возможность посмотреть, что не работает. Да, они еще показывают, что не работает. Это вообще замечательно. Слушай, они все показывают. Такую работу проворачивает команда. Да, все. Оцените. Кто еще может? Я надеюсь, что у нас еще есть хайлайт вопрос. Взять беймастер-вечник. Еще немного. Это как раз та самая попытка последней хроносферы. Это уже просто замес, да. Это вот та самая вторая типа комбинация с бабкой, которая уже ни на что не влияла. Слушай, он убил дизраптора. Да, молодец. И бейсмастера. Они добили. Он действительно хорош. Получается, гайд будет успешный. Получается, ты хитерок. Только не пойму, у кого. Громастер или гостика? Да я не понимаю. Чем тебе... Я сам не знаю. Чем тебе громастер не угодил? А что он тебе сделал? Просто герой никак вообще не вписывался в пик. Ну, может, он просто хотел на нем поиграть. Для меня привычка, став спиком, что если герой появляется на вас в пик, он должен сделать в игре что-то такое, чтобы было понятно, почему у вас в пик. Здесь так не работает, да? Это странное желание, короче. Да, ты слишком много уходишь. Из 50 оттенков серого вышел просто. Да. Здесь иногда бывает, что просто на ком-то хочешь поиграть, вот ему дали герой, вот он поиграл. И нормально. Кстати, просто красава, да. Игра, конечно, для него достаточно легкая с точки зрения самого персонажа, но нажатие клавиш просто удовольствие. Обмазывание медом прямо. Ну, и матчап, Эмбер, Войт. Там, как бы Войт не старался, в любом случае, Эмберу легче играть. У него щит замаксил, пофармил лес, его сбить магами очень тяжело, потому что ты фистом можешь задолжить часть, еще на римланте задолжить, и просто удобнее играть. А потом ты входишь в игру, где, ну, представь на секунду, что хрансфера не на тебе, и ты делаешь все что угодно. Бабка кидает печеньку, он уходит, брюмастер ему вообще ничего не делает, и ничай ему вообще ничего не делает. В общем, легчайшее для Эмбера. Бабка и печенька вообще отдельная часть. Почему они на линии тестили очень долго? Они, по-моему, пытались этот статик филдизавтра пробить вот именно методом того, но на третий раз точно перелетит. Сейчас просто два раза не пошло, но на третий раз точно мы перелетим. Ну, может, она получилась, барана, или поздно? Ты никогда не знаешь. Вот в этот момент, ну, как бы, есть, конечно же, мысли, что, может быть, они там тренируются, но когда ты видишь это, такое ощущение, что там тренировок не было, потому что, ну, даже я знаю на бабке, как это работает, а я далеко многого не знаю в нынешней мете, потому что я играю на одной линии, и далеко я не обо всем осведомлен. А теперь они знают. А теперь они знают. И мы знаем благодаря им. Еще раз. Ну, у тебя был день, когда ты играл на Джеки Росе, типа, пять, семь игр подряд. Жетончики, жетончики формил, да. Для пати. Я просто заходил, думал, что это у тебя один Джеки Рос бесконечно, но мой шестой час прилип. Я жетончики формил. Ну, Гейми, ну почему только на одном Джеки Росе? А, на всем остальном время играть. Понимаю, да, Джеки Рос, ты вообще суперфановый герой. Нет, у него куча активных навыков, что-то. Нет, это да. Ну, просто я не получаю удовольствие от игры от игры. А я просто не получаю кайфа. Он какой-то замедлительный. Самый настоящий кайф. Еще там, типа, такой рыгает, что-то на тебя. А, Бей, ты сейчас получил удовольствие от игры, как думаешь? Я думаю, 100%. Бесконечный кайф, я уверен. Вот, в любом случае, друзья, напомню, что на cybersport.ru теперь можно донатить, если вам понравился контент в блогах, вот, и всего лишь за два клика вы можете ровно такие же, как и вы, работяк, поощрить. И поэтому просто включайтесь, читайте и донатите на cybersport.ru, а мы отправимся, значит, на паузу в ожидании второй карты последнего БВ3.